Дмитрий Пучков, известного также под псевдонимом «Гоблин», студенты Самарского университета имени Королёва, приветствуют аплодисментами. Некоторые из пришедших на встречу учатся в других учебных заведениях, как, например, Андрей Валюнин. Я уже очень долгое время смотрю его видео. Так получилось, что у меня нет отца, и просмотр как раз этих видео помогает мне восполнить недостающие пробелы в мужском воспитании. Дмитрий Юрьевич цепляет своими консервативными взглядами, потому что я тоже их придерживаюсь, в отличие от многих моих сверстников. И в нем есть что-то стальное в его характере, как раз чего, может быть, мне не хватает, поэтому я пытаюсь переняться. До начала 90-х «Гоблин» успел сменить профессию таксиста, шлифовщика, кузнеца, слесаря, сантехника, электрика, кинолога, библиотекаря, помощника-бурильщика, инженера, гидрогеолога. Сейчас он известен как российский блогер, писатель, публицист, переводчик. Член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Дмитрию Пучкову 61 год свою популярность у молодежи он объясняет тем, что никогда не обманывает свою аудиторию. Дети, они беззащитные перед всякими взрослыми сволочами, их от этого надо ограждать. Попытки внедриться в детское сознание со своими Гарри Поттерами и Риками и Морти, ну, в общем-то, надо пресекать. Вы куда их ведете, этих детей? Это же как этот, как он на дудочке заиграл и всех детей из города увел. Дудочку надо отнять. Дудеть, запретить детей учить разумному, доброму вечному. Это человек, который, по сути дела, определил взгляд на сегодняшний день целого поколения. Это взгляд человека, который патриотичный, человек, который четко артикулирует происходящее на сегодняшний момент. И главное, он никогда не допускает двусмысленностей и каких-то вот недосказаний. На встрече со студентами Дмитрий Пучков рассказывал о том, как не стать жертвой мошенников в интернете, что каждый человек оставляет за собой цифровой след, и о том, что однажды неверно принятое решение может перечеркнуть всю жизнь. Виктория Шара и Григорий Плешаков. События. Продолжение следует...